Привет! Сегодня с тобой говорим про гастрит и, соответственно, проблемы с желудком. Очень-очень у многих есть эта история. Язва, атрофия, уменьшение количества желудочных желез, метаплазии. Соответственно, вот эти все истории, они вызывают серьезные проблемы. И первый шаг в работе с ними – это налаживание питания. Я Алена, нутрициолог, подпишись на мой канал и можешь писать вопросы. Существует ошибочное мнение о том, что питание при гастрите – это жесткая диета, при которой ничего нельзя есть, а то, что можно не хочется. Вероятно, именно поэтому часто люди игнорируют наличие гастрита и не пытаются продумывать меню так, чтобы не допускать осложнений. И, соответственно, вот эта проблема очень серьезно имеет место быть. Питание при гастрите зависит от состояния заболевания. И мы говорим про острый, хронический гастрит. Соответственно, причины разные. У кого-то это бактериальные в результате инфицирования бактерий хеликобактером, аутоиммунные, химико-токсические в результате заброса желчи в желудок из 12-перстной кишки из-за нарушения функций сфинктеров или воздействие на следующее оболочку желудка, соответственно, пищевая аллергия, хеликобактер. И здесь очень много моментов. Я могу сказать, что супер важно работать с микроэлементами и с питанием. Фазу гастрита можно реанимировать, как я говорю. И здесь важно работать с конструктором питания. Вот в этой истории важно, кстати, дробное питание. Не какое-то одноразовое, двухразовое. И здесь очень важно рассчитывать и количество жидкостей. И при любом гастрите очень важно действительно щежение пищи. То есть не какая-то сырая клетчатка. И могу сказать, что соусы, алкоголь, газировки, сахар, все это будет поддерживать проблему. Если у вас есть проблемы, пишите. Я с радостью вам отвечу. Могу сказать, что влияние на желудочную моторику оказывает разная еда по-разному. И если вы хотите хотя бы заживить слизистые, то здесь полезен брокколи, яйца, обволакивающие каши, костный бульон, куркума. Соответственно, все это может помочь. И другой момент. Если мы с вами говорим про хронический кастрит с пониженной кислотностью, то здесь важно добавлять продукты, с которыми вы себя чувствуете очень-очень комфортно. О них я уже говорила. Соответственно, пишите вопросы. С радостью вам отвечу. Если у вас есть какая-то пищевая аллергия, бывает это острое воспаление, бывает это нездоровый образ жизни, соответственно, частые перекусы, еда на ходу, питание в сухомятку, бывает бактериальная инфекция. И все это может привести к атрофии. То есть, когда желудок не работает, сложнее усваивать питательные вещества, и потом начинаются проблемы с гормонами. Поэтому таким образом постарайтесь налаживать себе питание и работать со своим состоянием очень-очень комфортно. Пишите.